Здравствуйте, мои дорогие! С вами Евгения Саженцева. Я психолог-практик, также я по образованию богослов. Отвечая на некоторые комментарии, которые у меня поступают, не буду цитировать дословно, смысл такой. А не является ли нарциссизмом как раз то, что мы начинаем жить для себя, мы начинаем любить себя и так далее и тому подобное. Вот смотрите, на самом деле, человек, который смотрит на свою жизнь с удовлетворением, так скажем, видит в себе самодостаточную личность и принимает себя таким, какой он есть, со всеми недостатками и достоинствами, это очень хорошо. Это как раз таки и есть путь любви к другим. Когда мы себя принимаем всего и видим себя объективно, тогда мы начинаем и к другим относиться спокойно, мы не осуждаем никого, мы понимаем, что люди все разные, люди все уникальны, идеальных людей нет. Нарцисс же не так видят себя. У него есть две, так скажем, части. Одна грандиозная, другая ничтожная. И когда, к примеру, здоровый человек прописывает свою самооценку, а это, наверное, каждый человек должен сделать в своей жизни, разделить листочек на две части, написать недостатки, свои достоинства, посмотреть потом на это, на все и сказать, да, вот я такой или такая, я себя принимаю таким, какой я есть, или таким, какая я есть. Можно в виде домика и в каждом кирпичике недостатки и достоинства. Так вот, когда нарцисс, если он попадает в психологу, что крайне редко, начинает прописывать свои недостатки и достоинства, то он скатывается, либо в ощущении какой-то невероятной грандиозности, что я великий, у меня какие-то необычайные таланты, я какой-то грандиозный, все остальные мне в подметки не годятся. То он начинает впадать в какое-то жуткое самоуничижение. Я ничтожество, я ничего не добился и так далее и тому подобное. Причем, когда он впадает в вот это самоуничижение, это же происходит в моменте, если это в жизни, например, он тут же начинает винить других в своих неудачах. Потому что для него вот это вот состояние ничтожности, оно ужасное. Он не может его вытерпеть. Он тут же начинает виноватить других. Я ничтожный, но виновата это, это, этот. Весь мир виноват, потому что все неправильно устроено. На постах президентских сидят не те люди, должен сидеть я и вообще все несправедливо и так далее и тому подобное. То есть в его голове нет золотой середины и нет здорового любви к себе, здорового принятия себя. Вот это как бы и есть его болезнь, так скажем. Потому что если бы нарцисс полностью себя вот так вот осознал, таким, какой он есть, да, что у меня есть недостатки, достоинства, если бы у него вообще присутствовал здоровый самоанализ, то тогда не было бы болезни НРЛ. Понимаете? И здесь большая разница, да, между здоровой любовью к себе и вот такими состояниями, которые бывают у нарциссов. Поэтому вы не бойтесь, если вы в какие-то моменты увидите себя хорошим, если вы будете себя уважать и ценить, вы тем самым просто начинаете других ценить. Ведь как звучит главная заповедь «Люби другого, да, как самого себя». Если вы себя не умеете любить, то как вы поймёте, как любить другого? Не бойтесь, что от того, что у вас будет здоровая самооценка, здоровая любовь к себе, то вы резко перестанете быть эмпатом. Наоборот, в жизни всё нормализуется, вы найдёте золотую середину, вы не будете впадать в крайности. Потому что у эмпата тоже есть некая крайность в том, чтобы всего себя отдать другим, а себя поставить на последнее место, да. То есть нам тоже есть над чем поработать, как раз-таки над любовью к себе. Вот что я советую обычно своим клиентам и клиентам, это любовь к себе сперва, да, когда мы начинаем слушать свои желания, когда мы начинаем делать что-то для себя, мы начинаем ощущать свою ценность и значимость, мы начинаем путь здорового отношения к себе, к своей личности. И в этом тоже секрет спасения от нарцисса, потому что когда мы ценим себя, мы уже не позволяем другим на себе ездить, мы не позволяем унижать себя и так далее и тому подобное. Поэтому, пожалуйста, не путайте вот эти мифы про мальчика, который долго смотрел в своё отражение и так далее и тому подобное. НРЛ это немножко другое. В этом, конечно, можно долго рассуждать о том, каков мозг нарцисса. Всё, что нам нужно понять, что там очень всё нелогично и очень всё, так скажем, шиворот на выворот, да, всё очень странно. Он сломан, мозг нарцисса. Там повреждения в лимбической системе. Поэтому, когда вы занимаетесь психологией, когда вы ищете в жизни золотую середину, это не что-то антиправославное, антихристианское. Другое дело, да, если вы попадаете к специалисту, который помимо психологии ещё вводит вас в какие-нибудь трансы эзотерические, то это да, это уже как бы плохо. Но нормальный психолог, он не будет вводить вас в трансы и предлагать вам какие-то практики антинаучные, так скажем. Поэтому берегите себя, не дайте себя обмануть и работайте над собой. В любом случае, это вам во благо. Если вам нужна личная консультация, телефон, как всегда, в описании видео.